Всем здарова ребят! Добро пожаловать на Властелин колец модом Эннарад. Сегодня у нас 3 на 3 на железных холмах. Сверху за Англисты играет Стрэнджер, с ним в команде за Гондор играет мистер Блонды и с ними в команде за Изенгард играет Голдар. Против них за Харад, Миналхорн, за Ангмар Ромул и за Эмлу Найтмар. Дима Найтмэр должно было быть, но не влезла одна буква. Эх, эти аэшники не сделали нормальный размер ников в игре. Не приходится костыли делать. Так, ну, это не очень прикольная карта, на мой взгляд, поэтому промотаем. Ну, она неплохая, просто здесь никто не будет рашить. Бежать далеко, проход один. Так что тут вначале вообще не важно, какие тактики используют игроки. Можно кучу экономики строить. Можно, я не знаю, в шесть, даже может в восемь ферм играть без страха того, что тебе их снесут. О, кажись, этот парень решил пробивать проход к аванпосту. Здесь, как бы, занимается парень тем же. Ну, тут лучше бы сделать дикарей, либо обычных, либо дикарей-метателей и пусть они себе работают. Как бы уроками не очень-то будет выгодно это делать. Ну, во-первых, уроки просто у них строй такой широкий. То есть тут сюда бы влезло бы два отряда дикарей, а тут получается полтора отряда уроков просто сзади стоят. Ну, короче, такое. Что здесь? Гоблин не хочет сносить. Погоди, а стоп, этот, а этот парень, о, этот парень уже пробился практически. Мы что, видим гоблина, который играет в один барак. Стрэнджер, а тебе нормально там? А может, может второй хотя бы, хотя бы второй? Шеллоп, окей, неплохо. Так, здесь как будто, ну, вот это ужасно просто. Ромул хотя бы бы пауков закрепил, просто сидит. Хотя бы бы паучков. Не под носом. Так, здесь сразу библиотеки строятся. Ну, кайфово, в принципе, чем. Захватывается таверна, закрепили. Еще один крип. Ох, Рад решил пиратами пробиваться. Кажись, он быстрее зайдет туда. Блин, ну, что это за бред? Ну, ну, но неужели Изенгард не понимает, что, ну, ну, это, блядь, ну, как сантехники у нас в стране работают. Или, как называются, чельки, которые из канализации говно откачивают. Вроде, Ладно, коммунальщики, вот это, это лучше будет, да. Вот один залезает в люк, чтобы откачивать говнище. А еще четыре чувака сверху стоят и командуют. Вот это примерно то же самое. Ну, ну, че за бред, блин? Снова закинули реплей нубов и написали, что он не пожилой. Ладно, мы видим первые стычки. Это уже, походу, десятая минута, учитывая, что я промотал. Ну, может, меньше. Гондор накопил немножко войск. Харад не использует тактики. Гоблин использует, кстати. Ну, тотем его прогнал. Пришла Орда. Что есть у Харада? У Харада есть жадность. В основном нет войск, зато он кучу зданий загрейдил. Ну, конница чутка продавит. Гондор... Гондор даже контролит. Я удивлен. Я думал, что он отдаст своих лучников. Но зато никакие обилки, тактики он не использует. Ну, ладно, лучникам он агрессиво чипа ставил хотя бы. Тоже нормально. И мы видим, что... О, боже, как же это ужасно. Двумя побитыми отрядами и отрядом конницы Харад отбил целую кучу гондорских войск. Ничего более грустного я давно не видел. Надо бы этих ветеранов хотя бы спасти четвертый уровень у отряда. Как-никак. Он не хочет, не хочет. Охренеть. Это просто ужасно. Так, Берст пошел на захват. Изенгард сидит дальше на базе. Здесь какие-то стычки. Ангмар подрался с гоблином. Я, к сожалению, пропустил. Но, походу, у Ангмара большая была пачка войск. Харадримец приехал. Точнее, просто Харадрим приехал сюда. А, это Шеллоп, видимо, помогает пробиться, да? А, нет, стоп. Шеллоп заползла сюда. Захватила крип с Дрейком. И потом уже вместе они пробили. Неплохо. Но, к сожалению, им Ладрис сейчас снесет этот крип. Так что не особо-то сможет покушать гоблин. Гоблина, кстати, теоретически вдвоем бьют. Поэтому Гондор должен ему помогать. Но у Гондора какая-то своя игра. Но он этого не делает. У гоблина большие проблемы. На, клиники не заюзал. Вот эта вот конница, волчьи всадники, это самая слабая конница в игре. Если гоблины прожмут... Ну, если у гоблинов достаточное будет количество. К примеру, сколько у нас тут? Два отряда, верно? Да. Два отряда всего. Скажем, у гоблина будет три отряда мечников. Если они прожмут отравленные клинки, то в момент давки эти пацанчики получат отдачу. От яда. Благодаря чему они поубивают. Ну, понятное дело, что они не сдохнут. Но они получат существенный урон. Они не смогут уже просто так давить. Но, к сожалению, гоблин этого не сделал. Так, ангмар допускает типичную ошибку новичка. И пытается снести бараки. Это называется нафидиал. Надо было сразу убирать конницу. Шелоп, у нее какой-то нервный кик случился. Но она, в принципе, один отряд снесла. И гоблин отбился. Если бы ангмар после сноса войск гоблина пошел бы по его фермам, потом подвел подкрепление, то были бы проблемы. Кстати, по сути, имладрис является тем самым подкреплением. У него уже есть элронт. И у него прям все очень хорошо. К тому же аванпост. Шелоп, между прочим, могла бы снести этот аванпост. Ну и на ваших экранах происходит нечто невероятное. Имладрис сплитнул войска, чтобы снести экономику. Я просто в шоке. Как? Имладрис, как ты попал к этим нубам? Ты не должен с ними играть. Ты как бы, ну... Ладно. Слишком много желчи, я знаю. И Харат пришел, кстати, в эту точку. Поможет ли кто-нибудь? Ну, приходит так. Приходит Гондор в спину. Почему-то они ненавидят этого гоблина. Прям жестко. Есть паутина. Просто шикарно. Можно закинуть паутину. И добить остатки. Харат даже не пытается спасти своих пацанов. Помянем. Дракон сейчас может очень сильно насрать в душу. Имладрису надо, опять-таки, паутинку. Здесь не использовал, здесь надо использовать. Шелоп в состоянии догнать. Она может спуститься по холму. Закинуть паутину и драконом. Чтобы они просто под... Ну, потому что они под крепость сбегут. И тогда уже дракон не сможет нормально их находить. К тому же еще и Гондор помогает. К тому же три дракона... Как это называется? Прогрейдились. Выросли, в общем. Перешли в новый класс. Сейчас фармер погибнет, скорее всего. Но нет. Испугался слишком сильно. Имладрис. Надо бы выклинчить у Гондора хилку для этих дрейков. Ладно, не дрейков. Драконов. Драконов. Они в будущем эволюционируют и смогут летать. Так что это не дрейки. Это полноценные драконы. Хозяйские такие, вскормленные драконы. Пускай карликовые пока что, но драконы. Гондор решил суициднуться и просто в тупую отправлять свою армию на убой. Но у гоблина подползают эти свинки. К тому же, собственно, дрогат. Поэтому Имладрис вынужден отступить, иначе он все потеряет. К сожалению, до сих пор не использовалась паутина. И, ну, очень, очень больно на это смотреть. Можно было бы всю армию снести и выиграть игру уже. Потому что три этих пацана... Погоди. Что это за даунгрейд? А, нет. А, это еще четвертый маленький. Там даже четыре. Три этих дракона без учета всех оставшихся войск снесут крепу. Главное, чтобы им никто не мешал. Помянем шелоп. То есть, вот реально все, что надо было сделать, кинуть паутину в узком проходе, сжечь всю армию, добить там остатки дрогатом, подойти под крепу и победить. Но, но, это не было бы пожилым реплеем, если бы все было так просто. Гоблин, конечно же, уйдет на базу. Передохнуть там, я не знаю. Испечь пирог из говна. Ну, мне кажется, в море ничего не растет, поэтому гоблины должны питаться каким-нибудь калом. Вряд ли крыс на всех хватит. К тому же, ну, чисто по моей теории, крысы должны очень сильно бояться балрога. Поэтому крыс там не должно быть. А значит, гоблины питаются тем, что сами высирают. На мой взгляд, логично. Такс, в это время скорпионы ползут из Харада. Он снова подкопил войск. В принципе, у Изина тоже нормально. У него даже есть дед. Правда, он контужен немного, но он есть. Стрелков немножко маловат. Но в любом случае, он может просто на сплите экспы получить фаербол. Здесь узкие проходы. О, сейчас просто идеально. Ну-ка. А, окей, Харад контролит. Молодец, неплохо. Ему нужны какие-нибудь метатели. Ну, зависит, он пихтурой никак не снесется руманно. То есть, ему нужны дальнобойные ребята. Либо выходить, не знаю, в шпионов и солимы. Ну, уже поздно. Когда играешь на одну линию, то как бы ты их ничем не качнешь. Только в бою. И они никак не помогут. Вот почему Изин боится, я понять не могу. У него все хорошо. То есть, само наличие сарумана делает всю пехоту сейчас. Харада бесполезной. Кроме скорпионов. Ему обязательно нужно идти в сражение. Просто... О-о-о! Да-да-да-да-да-да-да! Нет! Отменил! Не может быть! Я прям видел, как... Как саруман хотел юзнуть. Юзнул. Неплохо. Есть еще и фаербол. Сейчас главное не тупить. Не юзать его. Подождать, пока Харад будет отступать. Ну, к несчастью для Изингарда, он не строил копейщиков. Поэтому конница ворвалась. Вот, теперь вдогонку. Когда они закучкуются здесь, надо закинуть фаербол. И будет огромный ущерб. Почему я не вижу балахон белый его? А вот он бегает. Поздно. Да, поздно, поздно. Ну, ладно. Но в любом случае, Изингард чувствует себя просто прекрасно. Огромное количество берсов пошло на... На добивание. К сожалению, основная армия почему-то душит этот тотем. И он просто отдает своих берсов. Как говорили древние греки, заебись. И Лурца тоже отдал. Боль. Блин, неужели все драконы умерли? Эх. А он мог бы выиграть? Да, можно убить Элронда. Пожалуйста, гоблин. Не отпусти Элронда. Это же Изич. Ему не уйти. Разве что, может, хилка у него есть. Сейчас посмотрим на обилки. Перед смертью решил рабочего убить. Но потом передумал. Давай, один удар остался. Сейчас даже Горкил его убьет. Шикарно. Шестой уровень получил. Так, по обилочкам смотрим. Ангмар. Второй тир, шесть очков. Каче у него есть. Зафрагор у него есть. Зажиточный Ангмар. Ну, Каче у него раньше был, кстати. У Гондора довольно-таки много войск. Огненные стрелы. Там был фара где-то. Гондор себя очень даже неплохо чувствует. Но... А, и даже Гендальф у него есть. Ну, пихтуры чуть-чуть маловато. Но, в принципе, если качнется Бормер, то будет норм. Да, фара с лидеркой. Нормально. Этих войск хватит, чтобы быстро зафокусить Каче. Чтобы быстро зафокусить Халдара. Должно быть норм. Но он отступает. Ну, как бы, ну, понятное дело. Зачем сражаться, если можно отступить? Тогда никто не умрет. Вроде логично. И это просто... Это РП реальной жизни, пацаны. Если что. Так, поехала конница. Ну, Гондор не должен страдать от этой конницы. А вот игра страдает. Что-то у меня... Очень плохой сейчас контроль Ангмара. Но не реагирует на это. Он убивает. Там же Каче. Куда делся Каче вообще? Я не понимаю. Халдара убил. Так, Гендальф юзит Гланмлинг. Вот Каче. Его игнорируют. Офигеть. Ну, повезло, повезло. Каче мог бы залететь в толпу и лучников перебить. К сожалению, он решил использовать свой колдовской ветер просто по приколу. Поэтому он уже не может этого делать. Гондор может отступить. Но он тоже не хочет этого делать. И Гимли влетает. И, короче, волосы с голов гондорцев посыпались очень резко. Да. Ну, в общем, Гондор просрал всю свою армию. Помянем. В это время Том, Билл и Бёрд, а также Дракон Григорий, а также Дракон Дрогат готовятся сносить Эмлу. К сожалению, они не хотят рисковать. Поэтому они только немножечко облезали здание и отступают. Учитывая, что Эмла в какой-то перде бегала, можно было бы подкрысить. Но, возможно, Гоблин за честную игру. Хотя, ну, на самом деле, я не считаю подкрыс нечестной игрой. Пусть некоторые так считают, но нет, это не так. Это обычный игровой момент. Нечестно это, когда вы баги юзаете. И Том, Билл и Бёрд просто лицом танчат Элронда. Томас еще жив. Возможно, он спасется, но он не хочет уходить. Он просто очень сильно расстроился смертью своих братанов и решил тоже умереть. Грусть. Может эволюционировать сейчас Дракон. Мне кажется, хватило бы времени взлететь и спастись. Но, возможно, он очень сильно расстроился смертью Тома, Билла и Бёрда. И поэтому тоже решил умереть. Залетела колба. И залетел, походу, Горкилл. Да, должен его сейчас убивать Глор. Нет, что-то пошло не так. Спасся. Не залетел. А вот, да. Дрогат, увы, залетел. 21 очко у Гоблина. Что позволит ему скоро призвать армию Гундабада. Ну, пока что ее не стоит призывать. Даже если бы она у него была, потому что там много войск. Гондор снова восстановил свои потери. Изенгард по-прежнему дерется с Харадом. Девятый уровень Сарумана. Охренеть. Как же Харад на Фидонилу? У него есть свой маг. И сейчас можно неплохую такую плюху дать. Учитывая, что они все настачились. Агрессивку бы прожал, братан. Ну да, да. Ну, покоцал, покоцал, в принципе. Могло бы быть лучше. И его, скорее всего, убьют. А, нет. Ну, бывает. Но в любом случае у Изенгарда все шикарно. Девятый с половиной уровень. Скоро будет ульт. В обычном бою я бы сказал, что у Харада нет никаких шансов. Но у меня есть такое сильное чувство того, что Изенгард, возможно, воспользуется очень хитрой тактикой. Ну, то есть отступит просто. Давая возможность Хараду восстановить войска. Ну, вообще не должен. Плюс так много гондорцев еще пришло. Так, идут подкрепления. У Харада ничего нет. Если они сейчас что-нибудь не придумают, то ему хана. Бараки третьего уровня. Какая боль, кстати. Он так много денег в них потратил. И они были потеряны. Заливается опыт. Залил, кстати, его еще и гондорцем. Неплохо. Изен себя чувствует хорошо. Так, начинается стычка. Харад стелит оазис. Поэтому нужно взять всю эту армию и отступить вот на два шага сюда. Но, к сожалению, Гондор и Изен не хотят этого делать. Поэтому они дерутся в невыгодные для себя позиции. Пехоты у нижних ребят мало. Но зато нормальное количество лучников. Пошли обстрелы. Никто не реагирует. Поэтому обстрелы прилетают туда, куда нужно. Правда, их не так уж много войск умерло. Но они недостаточно. Что играет на руку. Как бы нижним ребятам. Глор нафармил девятый уровень в этой стычке. Атакует гоблин. Но у гоблина особо нет войск. Поэтому туда смотреть нет смысла. Он, конечно, может снести крепость троллем. Но делать он это будет очень долго. И, кажется, сплющились уроки. Я уже не вижу уроков здесь. Сурман жив еще. Сурман, увы, не смог прокачать уровень. Возможно, это из-за того, что они дерутся на оазисе, Который, блядь, дает броню и хилит. Да, возможно, это как-то связано. И... Десятый уровень Элоренда. Ну, что я могу сказать. Ребята выехали на природу. Хотели покакать немножко. Но каким-то образом умудрились обосрать деревья, листья, дорогу, еду для пикника и даже белку. А всего лишь надо было просто отступить и сражаться здесь. Мне кажется, они бы выиграли. У них было больше войск, грейды. Сурман бы качнулся. Чего там? Полпикселя осталось до десятого уровня. Зарядил бы ультой и все бы умерли. Но, увы, получилось, что получилось. Пошел в атаку гоблин. Ну, опять-таки, к сожалению, он так долго это делал, что они умудрились уже всех развить и вернуться домой. Поэтому... Вряд ли у него это получится. Но он снес ключевуху и снес здесь какое-то раздание. Призывается армия Гундабада прям в ульту Лорфинделя, прям под армию. То есть, отступить уже не получится. Потому что путь отрезан. И, таким образом, гундабадцы получают пиздюлей. Прям как в фильме. Даже без орлов. А, он ему откатил. Да, обилки откатил. И еще один ульт. Ну, хотя бы... Хотя бы... Хотя... Нет, не спас. Ну, да. Нападает снова Изин. У него тут небольшие войска с грейдами. Не успел пока что Харар что-то восстановить. Можно пойти снести немножко экономики. Сейчас эта объединенная армия в теории пойдет на Гоблина. Гоблин пытается выйти в великанов. И все. А он захватил Иван Прост. 18 очков, между прочим, он накопил за эту стычку. Ну, или... Может, я ошибся и... У него до этого были очки. Минус рабочий. Девятый уровень. Так, он берет тьму. Это будет полезно для его команды. Ему нужна будет помощь Гондора. А он вообще что-нибудь построил. А у него вообще войск нет. Хотя деньги есть. И призывает 4-й тьет. Китайцы. Глубинный страж. Я не думаю, что это будет проблемой. Лидерка от Элронда. Апгрейды. Кстати, броню он делал. Он даже броню делал. Да. Они без проблем снесут глубинного стража. Он никого не убьет. Там может пару солдат всего лишь. Также приходят под креп. И... Да. Да. Посмотрим, будет ли он использовать Паландо. Против крепости. А он сюда что-ли обилку закинул? Куда он обилку закинул? Я что-то протупил. Ну, грустненько. Ну, в любом случае, крепость не обстроена. И войск никаких нет. Это минус крепа должна быть. А что тут можно сделать? Ромул маякует куда-то. А, пришел Гондор на помощь. Гендальф шестой. Так, быстренько взглянем сюда. Так и не качнул ульт. Ладно. Ох, какая вкусная плюха полетела от Сурумана. Ох, еще из-за ульти, Лангмар. Жесть. Гондор сейчас все потеряет. Офигеть. Можно еще этих призраков против крепости использовать. Вообще, это моя мечта. Мне еще ни разу не удалось использовать орду призраков против крепости. Я прям... Я сейчас завидую этому челу. О, да-да-да. Как же вкусно. Их еще так много. Они даже не все еще и атакуют ее. Кайф. Качнулся Изин, я вижу. До четвертого тира. Но, в принципе, Харат должен упасть. Харат? Что? Харат делает нечто странное. А, кидается лавинка. Но, в баллисты не попал. Может, блин, так это нормальная такая пачка лучников. Может, стоило зайти сзади и обстреливать Изин. Допустим, он даже снесет крепу. Но, благодаря этому, хотя бы не снесет оставшиеся здания. Может, мы увидим ульт Сарумана? Так, ну, гоблину конец. Скорее всего, Гондор пытается скопить войска. Жаль, что ультить не в кого. Харат пытается задушить Гондор под конец. Стоп, а мне кажется, или... А, нет. Просто цвета похожие, что ли. Я думал, что кто-то ливнул. Так, пришел им Ладрис. Заультил. Есть три баллисты. Надо снести конюшню. И, по сути, останется только пирамида. Нет смысла спасать баллисты. Они из призыва. Сделай залп. Ну, ладно. Обидно. Но, зато мы можем увидеть ульт Сарика. Ну, тут не то, чтобы много войск. Но, так-то, технически у Изина тоже мало войск. Потому, что это, в основном, все призыв. Можно было бы заультить издалека. О, ну, или... Или в ближнем бою. Но, главное, заультить. Неплохо. Мне нравится. Они были с грейдами. Это хороший размен. К тому же, скорее всего, Сурман погибнет здесь. Он жадничает. Он такой жадный. Он хочет забрать еще больше войск. Вместо того, чтобы спастись. Все, конец ему уже. Ну, ладно. Ну, хотя бы ульт был. Нормально. Так. Гондор чутка восстановился. И гоблин еще даже не сдается. Отстраивает крепу. Тут, по сути, огрызки остались. Они, видимо, вынуждены были отступить из-за угрозы Изингарда. У Ангмара очень даже вкусно выглядит основная пачка войск. Повезло ему, что они не попали под ульт. Ну, что он их не подвел. То есть, и вот эту армию очень, очень грустно было бы потерять. Хотя она без брони, но, тем не менее, они прокачаны. У них флаги, у них клинки. Очень даже норм. Так, а, это... Том Белый Бёрд там вышел, что ли? Я слышал нытье про баранину. Я не вижу, где они. А, вот они, вот они. Помянем. Хотя это... А, нет, это мечники. Можно переключиться на ближний бой и раздать им пиздюлей. Ну, или можно стоять АФК и умирать тоже. Переключился, кажется. Чё, уже один умер, что ли? Ах, понятно. Грустно. Так, вызываются капитаны. Опять-таки, здесь очень плохая позиция для нижних ребят. Но у Изина мало войск. Сюда бы закинуть что-нибудь. Давайте дальше пройдёмся по обилкам. Два призыва есть у Гондора. Он скоро, если нормально посражается, одну стычку, то он скоро выйдет в армию мёртвых. На самом деле, это грустно для него. Ему бы лучше правую ветку раскачиваться. Но уже поздно. Плюс Харадис не унывает. Хоть у него ничего вроде как бы не осталось. А он барак поставил. А, то есть у него есть рабочий. Если они сейчас прожмут Изин, даже не вынесут, а просто прожмут, чтобы у него забрать бараки, экономику и прочее, то Харадис может расслабиться и строить крепу или копить на крепу или клянчить деньги у тиммейтов на крепу. Залетает довольно-таки неплохой ульт. И надо бы вот этот ульт провезти. Ну... А, погоди, он достал. Ладно. Стоп. Ну, ладно. Это БМ. Ангмар почувствовал, что это победа и взял просто две ульты и всрал. КЧ всех убил. По сути. Не надо было за фрагора юзать. Ну ладно. Так, Саруман. А, к сожалению, для Изингарда Ангмар юзит все обилки Короля Чердея. Блин, респект. Обнулил КД на всех обилках Сарумана. Халявы не будет. Зато удалось отбросить Элрон, да и он погиб. И в принципе так-то армия сплющилась. Ну, они еще продолжают, конечно, сражение. У них еще приличное количество войск. Но армия уже не такая сильная, как раньше. Что мы видим здесь? Что будет делать Гоблин? Да, небольшой лайфхак. Многие новички считают, что Гоблин в лейте очень слабая фракция. Это не так. Гоблин это потенциально топ-1 фракция в игре. Если вы вот если вы в примерно такой ситуации, как этот парень, и вы не знаете, что вам делать, ну то есть вы играли в размен. А, все, уже стрэнджеры и блонды потерпели поражение. Вы играли в размен. И вы постоянно теряли, теряли, теряли войска. Ваши все противники вышли в лейт. А у вас нихрена нет. Что делать? Не беда. Грейдите паучье логово до апгрейда стрел. Делайте масс лучников. Им броня не нужна, как бы. Только грейд стрел. И делайте великанов. Этого вполне достаточно, чтобы конкурировать с лейтовыми армиями. И дальше просто качайтесь. И все. А в итоге гоблин как бы получил возможность передышки, но делал какую-то срань. Какие-то мечники там бегали, построил автомобила и бёртов, срал их. Стоит три барака, из них ничего не строится. как-то это ужасно выглядит. В общем, поздравляю всех с очередным пожилым реплеем. Спасибо, что вы его посмотрели. Надеюсь, не сильно проблевались. Большое спасибо всем, кто стал моим спонсором. Надо бы сделать новую плашку для спонсоров. А то уже два новых, а как бы некуда их пихать. Я как-нибудь сделаю. Да. Приходите на стримы. сегодня у нас старый Новый Год. Да. Но вы этот ролик завтра посмотрите, поэтому у вас он уже закончится. В общем, всех благ. Чао какого.